Здравствуйте! Это Ленинградское время, итоговая программа о жизни 47-го региона. Я, Екатерина Додзина, и в ближайшие полчаса о самом важном и интересном на минувшей неделе. И вот чем она нам запомнилась. Дать ему пропеть. Тихвин отметил 500 лет Успенскому собору. Тысячи паломников слушали праздничные звоны, отведали монастырскую уху и посмотрели лазерное шоу. Об истории обители и чуде явления иконы Тихвинской Божьей Матери. Слушайте, ну он вообще набирает. Форд выкидывает фокусы. Улучшенная народная марка появится у дилеров в июле. Удастся ли уехать на ней от кризиса? Продажи автомобилей в России продолжают падать. Либо полтуз. Мы делаем филе. Я сейчас снимаю кожу. Жизнь после санкций. Как живут областные переработчики рыбы и откуда к ним плывет семга и форель? Я решила, что, наверное, когда сама стану взрослой, возьму на воспитание детей. И любовь и счастье в маленькой квартире. У Екатерины Тумановой и Соснового Бора 20 детей. Власти до сих пор не помогли ей с жильем. У мамы есть только комната в коммуналке. Минувшая неделя стала нервной для областных лесопромышленников. Волноваться их заставил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, который предложил запретить продавать лес в Финляндию. Сделать его таким же невыездным, как и спикеры Думы на Рыжке, на котором у финны не дали пересечь границу. Вопрос только в том, кому хуже будет. Российский лес это только 10% из того, что покупает Финляндия. Но для областных лесопромышленников возможный запрет станет ударом в подых. После Китая Финляндия наш главный покупатель кругляка, то есть необработанной древесины. На мой взгляд, ограничение какой-либо торговли, оно наносит так или иначе ущерб экономическому развитию. Что касается конкретной ситуации, то мы знаем, что Финляндия это второй импортер российской невыработной древесины по объему после Китая. Достаточно много российских компаний, которые поставляют древесину в Финляндию. И многие из этих компаний полученные средства реинвестируют в модернизацию производственных мощностей. Впрочем, в областной торгово-промышленной палате уверены, если торговать лесом с Финляндией запретят, лесопромышленники не загнутся. Но со временем и сами смогут заняться переработкой леса, хотя и признаюсь, что 90% оборудования сейчас импортное. Определенная часть леса, которая сегодня продается в Финляндию, возвращается к нам в виде готовой продукции. Соответственно, более эффективно будут работать предприятия у нас на территории, что неплохо. Но, конечно, схлопывание экспортного потенциала России, в том числе и по таким сырьевым направлениям, как лес, не будет сказываться положительно на экономике в первый период. В дальнейшем, естественно, рынок выровняет все внутренние взаимоотношения. Спустя год после введения санкций, рынок переработки рыбы в области переориентировал потоки сырья и успешно заменил импорт. Правда, доля собственной областной рыбы в нем пока незначительна. Рекордный в этом году улов салаки, кильки, трески и корешки в Балтийском море в промышленных масштабах незаметен. Балтика зарастает водорослями, рыбы в ней становятся все меньше. Областные производители форели и семги на ноги пока не встали, чтобы обеспечить нужный объем и компаниям-переработчикам. Откуда на наше предприятие плывет рыбка, выяснял Алексей Спиричев. На предприятии большой улов очередное поступление товара. В ящиках крупная партия трески, сайды и пикши из Мурманска. Только-только пойманные в Баренцевом море. Абсолютно свежая рыба. Она буквально сразу же впадает на производство. То есть обработана первичная обработка сделана. Вот. Даже не свернувшаяся еще кровь. Здесь рыбу превращают в товар. Сначала она попадает в интенсивную мойку, а потом в производственный цех. Вся работа идет по старинке, вручную. В зароде труда только ножи. Все делают быстро, на одну тушку, меньше минуты. Рыба полтус. Мы делаем филе. Я сейчас снимаю кожу. Вот так. На соседней линии сортируют дальневосточную сельдь. Из нее сделают полуфабрикаты. Дальневосточная сельдь – основной вид перерабатываемой продукции. Сейчас ее будут солить в течение семи дней после посола. Она будет созревать уже в холодильниках, после чего ее распасуют и отправят в магазины. Если раньше основная часть сырья закупалась в Норвегии и Канаде, то теперь львинная доля поставщиков из России. Форель и семка приходят из Карелии. Сазан и карп из Волгограда и Астрахани. Переработчики говорят, рыба не хуже импортной. Быть может, не такая жирная, зато свежая, потому что приходит быстрее. Одна проблема – качество доставки хромает. Вот наши транспортные компании, которые везут – это железная дорога, это погрузка, выгрузка. Но не получается у нас еще привезти ее в таком виде, в котором она должна быть. Вот видите, да, там практически каждая рыбина с механическим повреждением, которую нельзя пустить ни на копчение, ни целой тушкой ее нельзя отправить в магазин. А это Балтийский берег. На предприятии после санкций тоже кардинально перекроили схему поставок сырья. В Мурманске даже построили собственное хозяйство, где стали выращивать красную рыбу. Из своего лососи и фореля теперь делают филе премиум-класса. На этом участке идет процесс порционирования филе на куски на 200 граммов, где в последующем на разгоночном транспортере каждый кусочек отправляется на ленту, на его последующее взвешивание. Каждый кусочек весит 200 плюс 1 грамм. Сельдь приходит с Дальнего Востока. Западную кельку заменила Черноморская хамса. Предприятие даже стало закупать областную салаку Сладожского озера, взамен запрещенной эстонской. Впрочем, как говорят специалисты, это единичные случаи. Чаще рыба, которая ловится в области, не подходит для производства в промышленных масштабах. Стырье должно идти стандартного качества. Это раз. Два. Закупая сырье, мы всегда просчитываем, за какой срок оно окупится. Так делают, естественно, все предприятия, не только рыбные области. А для этого мы должны понимать, что сырье будет идти в должных объемах и круглый год. И, к сожалению, те породы рыб, которые ловятся в Ленинградской области, будь то колхозами или какими-то предприятиями, они не отвечают этим критериям, к сожалению. Пока доля всей собственной рыбы в области составляет не больше 15-20%. Специалисты говорят, уже это неплохо. Рыбохозяйственный комплекс только-только восстанавливается после кризисных лет. Власти рассчитывают на то, что уже в этом году ситуация изменится. Объемы производства удастся не только сохранить, но даже увеличить. Начинаем с этого года новый вид поддержки. Это поддержка на приобретение комбикормов сегодня для кормления рыбы. Потому что это значительная помощь сегодня рыбоводам с точки зрения той, что все-таки основной вид кормов, который мы приобретали, это были импортные корма. И сегодня они значительно возросли практически в полтора-два раза. С кумбрия, откушку, тряна посола и холодная. Впрочем, в отличие от производителей и рыбоводов, рядовые покупатели, кажется, особо и не чувствуют нехватки областной рыбы. Курманы знают, где найти рыбные лавки с местным сигом, корешкой и даже африканским сомом. Главное, говорят, чтобы цены были по карману. Алексей Спиричев, Сергей Дедюра и Антон Пашукевич. Ленинградское время. Из кризиса на новой машине Ford на минувшей неделе выкинул фокус. С помощью улучшенной народной марки пытается выжить и остаться в России. В отличие от своего соотечественника, американский General Motors, которая 1 июля окончательно законсервировала предприятие в петербургских шушарах, оставив безработными тысячу сотрудников, а взрывной волной накрыв и производители автокомпонентов для Opel и Chevrolet. Аналитики считают, что у Ford есть шансы выкарабкаться, хотя экономика и сейчас не в его пользу. В июне продажи машин в России сократились на 30% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Для региона спасение предприятия стратегически важно. От этого зависит полторы тысячи рабочих на самом заводе, но также производители запчастей в области с десяток. Наш корреспондент разбирался в фокусах экономики и Ford. Слушайте, он вообще набирает. Тест-драйв от Александра Дрозденко – лучшая реклама. За последний год продажи Ford сократились в два раза, а производство уменьшилось на треть. Старые модели по новым ценам оказались неконкурентоспособными, поэтому сегодня предприятие как никогда нуждается в поддержке. Это и наша поддержка, и дотация из бюджета на обучение персонала. Это наша поддержка из бюджета на организацию логистики. Это наша поддержка из бюджета на доставку сюда рабочего персонала. Автомобильная промышленность – одна из серьезных составляющих экономики региона. Если закроется Ford, рухнет и весь областной автокластер. Производители запчастей уйдут с рынка. Проблемы начнутся и у дилерских центров. У таких производителей всегда должен быть план «Б» на случай кризиса. Что мы будем делать, если наши продажи, например, упадут в два раза? Задача номер один – сохранять любой ценой дилерскую сеть. Задача номер два – сокращать издержки. Задача номер три – предложить рынку те продукты, которые рынок сегодня готов приобретать. Пока Ford справляется с кризисом, производители автокомпонентов локализируют бизнес. Другими словами, стараются покупать материалы не за доллары и евро, а за рубли у отечественных поставщиков. Так делают и в Луге, на Форессии, ориентированной на завтрак во Всеволожье. На сегодняшний день производство в России уже в состоянии производить нам некоторые изделия, которые требует от нас наш потребитель. Другие вещи, я уверен, что будем локализировать до конца этого или до конца 2016 года. Первым делом лужскому предприятию нужно найти новых поставщиков пластика. Полипропилен – это основное сырье, из которого делают почти всю обшивку салона Ford. В России он есть, вот только качество не то, поэтому процесс импортозамещения идет туго. Но это не повод уходить с рынка. Почему уходить? Здесь один из больших рынков Европы. Это 140 миллионов жителей, которым нужны машины. Этот рынок, по нашим замерам, он не только большой, а тоже самый желающий автомобиль в Европе. Поэтому этот, который ушел, ему будет стоять в два раза, в три раза сложнее вернуться на этот рынок, как пережить просто эту ситуацию, которая сейчас происходит. Куда хуже дела у непосредственных продавцов автомобилей. Салоны хоть и предлагают выгодные кредиты и скидки на обслуживание, но спрос снижается каждый месяц. Меньше всех пострадали и меньше всех пострадают два сегмента. Первый – это премиум. Второй – это наиболее массовые бренды, наиболее недорогие бренды, обладающие наиболее высоким уровнем локализации. В данном случае мы говорим, в первую очередь, конечно, о автомобилях, производящихся в России. Это не первый кризис на российском рынке. Соответственно, более-менее мы пережили кризис 2008-2009-2010 года. И положительной тенденцией текущего кризиса, текущего спада и производства, и потребления автомобиля является то, что сейчас идет наращивание отложенного спроса. Пока растет спрос на автомобили с пробегом. Но аналитики уверены, что рано или поздно покупатели вернутся на рынок новых иномарок. И те компании, которые доживут до этого момента, получат солидный куш. Всеволожский форт не хочет отказывать себе в мечтах о светлом будущем. А его улучшенный фокус – как символ веры в собственные силы. По сельским дорогам будет ездить, потому что все-таки кризис повышенный, и подвеска такая достаточно, достаточно, хорошо отбалансирована. Александр Пес, Сергей Скрипкин, Виктор Туров и Антон Пашукивич. Ленинградское время. На минувшей неделе в областной политике главным было слово «фильтр». Фильтры, как вы знаете, бывают разные. Масляные, угольные, воздушные. В Ленобласти на повестке дня депутатский муниципальный. Его должны пройти все претенденты на губернаторский пост. Каждый обязан заручиться поддержкой народных избранников в районах. Чтобы зарегистрироваться в обл. избиркоме, нужно насобирать 161 подпись. Самое интересное в этой федеральной норме как раз в том, как фильтруют претендентов. В области процентов 90 муниципальных депутатов из «Единой России». Так что подписей своих не хватит даже кандидатам от коммунистов, СРФ и ЛДПР. Если они еще могут как-то договориться с партией власти, остальные, как в песне. Стоят на паперте и просят о любви с протянутой рукою. Здравствуйте. Да, да. Вы знаете что? Я от кандидатов к губернатору пришел подписи собирать. Это здесь, да? Здравствуйте. Извините, беспокою, вы кушаете. Начальник штаба кандидатов к губернатору Перова, Маленкович Сергей Саныч. Вот пришел подписи собирать. Смотри, вы уже отдали свои подписи. Прям все. Ну вот, присутствующие здесь отдали. Подписи пришел собрать. Вы вообще пришли к руководителю города, да? Я уже подписала. И заместитель мой, Полина Владимировна, она тоже уже... А как же вот он будет фильтр-то преодолевать? Ну, это уже проблема его. Не дали подписи. Буду караулить. А вы не депутат? Нет. В роли просящего был и Сергей Гуляев. В прошлом петербургский депутат сейчас представляет интересы партии РПР Парнас, которая на минувшей неделе, правда, потеряла приставку РПР, но от этого, как говорится, ближе не стала. Ее претендент на кресло главы региона никогда не работал в Ленобласти, отношения к ней не имеет, однако же собрал журналистов и пожаловался. Областные депутаты скупятся на подписи, но никак не фильтруют. Мы будем честно забирать подписи, будем соберем, значит соберем. Если не соберем, значит не соберем. Что делать? Тут мы понимаем, что муниципальный фильтр сегодня это заградительный барьер, и что без каких-то указаний сверху его практически не пройти. На упреки политических пришельцев партия власти ответила обещанием оказать содействие кандидатов от данных партий, в частности парламентских, в прохождении фильтра, если таковые просьбы от них поступят. Однако единороссый спикер областного парламента Сергей Бебенин эмоций не скрывал. Общий смысл сказанного он против, чтобы брать на прицеп, клянчить плохо, ну а если вы силы, докажите. Когда сегодня, я извиняюсь там у нас всем, или сколько уже этих, даже не знаю, кандидатов, которые живут где-то, и еще говорят нам о том, что вы нам помогите попасть в соответствии с законом, вот в этот список кандидатов, так называемый муниципальный фильтр. Ребята, так это что такое тогда? Вы чего хотите-то? Какая-то тогда власть или оппозиция, как они себя называют, если они у власти что-то выпрашивают, для того, чтобы какие-то кресла занять, а потом говорить, вы негодяи. Уже сейчас совершенно очевидны ряды претендентов. Кандидаты к концу июля заметно поредеют, когда дело дойдет до регистрации. Останутся те, кто сможет договориться с Единой Россией. Надо сказать, такая же ситуация уже была на выборах в Петербурге и Москве. Тогда вмешались Полтавченко и Собянин. Точь-в-точь те же проблемы с фильтром сейчас во всех 20 с лишним регионах, где в сентябре тоже будут выбирать губернаторов. Для чего был придуман фильтр? Тут можно строить много, опять же, теорий и много предположений. Мне кажется, что основная задача была в том, чтобы поднять значимость муниципальных депутатов и муниципальной власти. Реально партии еще не обладают недолжным количеством людей и активистов на территориях, чтобы своих представителей продвигать в муниципалитеты недолжной техникой этого избирания, недолжными финансовыми ресурсами для того, чтобы обеспечить полноценные компании. О неполноценной подготовке избирательной компании частью еще не отфильтрованных политиков, говорит и тот факт, что некоторые остаются темными лошадками в прямом смысле этого слова. Даже заменить вот этот силуэт на приличную фотографию не можем. Ее просто нет. Участник губернаторской гонки обещает сходить на фотосессию в ближайшее время. Ну а сейчас о том, что вы увидите во второй части нашей программы. Дать ему пропеть. Тихвин отметил 500 лет Успенскому собору. Тысячи паломников слушали праздничные звоны, отведали монастырскую уху и посмотрели лазерное шоу об истории обители и чуде явления иконы Тихвинской Божьей Матери. Я решила, что, наверное, когда сама стану взрослой, возьму на воспитание детей. Любовь и счастье в маленькой квартире у Екатерины Тумановой и Соснового Бора 20 детей. Власти до сих пор не помогли и с жильем. У мамы есть только комната в коммуналке. Это ярмарки, краски, разноцветные пляски. В деревне Саминот шумела Петровская ярмарка императора Петра Первого. Приветствовали хлебом в виде сама. Сейчас прервемся ненадолго и скоро увидимся. Это Ленинградское время и мы продолжаем. Тысячи паломников и туристов на этой неделе в Тихвине отметили 500 лет Успенскому собору, где хранится чудотворная икона Тихвинской Божьей Матери. Трехчасовую литургию на площади перед храмом отслужил глава Русской Православной Церкви, который прилетел в Тихвин на вертолете. За нами собор Успенский, которому 500 лет, полтысячи лет. Он почти что ровесник половине истории православия на земле Русской. И когда взираешь на такие храмы, на такие монастыри, то невольно представляешь себе, сколько же людей прошло через эти стены. Сколько горячих молитв возносилось в этом святом месте. В память об этой дате глава Русской Православной Церкви подарил монастырю икону Божьей Матери взыскания погибших от Ленинградской области в подарок обители старинный образ спасителя, икона 19 века. Кроме того, власти региона передали патриарху документы на право собственности здания и земли для Тихвинской епархии. Мы видим сегодня, что с возвращением иконы укрепляется Россия, возрастает роль Русской Православной Церкви. И сегодня мы видим, что Тихвинский монастырь – это один из духовных оплотов православия, один из духовных оплотов нашей Великой России. Юбилей Успенского собора в Тихвине отмечали два дня. Чем почивали гостей в монастырской трапезной, почему Тихвинский квас такой вкусный, о секретах звонарей и о том, как монастырские стены превратили в гигантский проектор Алексей Спиричев. Но чуть позже в нашей программе. О семье, любви и верности много говорили на минувшей неделе. В России еще отметили День Петра и Февронии. В Сосновом Бару мы познакомились с женщиной. Ее история у всех вызывает слезы. Про таких людей обычно говорят низкий им поклон. Екатерина Туманова воспитывает 20 детей. Трое свои, остальные, как она говорит, родные сердцем. Старшие дочки за 30, младшие как раз в день Петра и Февронии исполнилось 6. Живут в маленькой квартире, которую снимает благотворительный фонд. Из своего есть только комната в коммуналке. Анастасия Щербакова отведала настоящих маминых пирожков и попросила представить свой сюжет коротко. История о маме. Это Аленушка маленькая, это Даша, это Артем, это внук, которому 8 месяцев. Кровных детей трое. Но для меня нет. Свои, чужие, для меня они все родные. А приемных детей у меня 17. Это наша прихожая, где дети раздеваются. У нас в квартире два туалета. Здесь соединены две квартиры. Шесть комнат в квартире. У нас пять холодильников, потому что я делаю много заготовок. Это моя комната. По вечерам здесь особенно весело, потому что все дети собираются здесь. Хотя комната самая маленькая. Передайте там от меня. От меня. А то очередь. Наша мама всеми любима. Я не знаю, ее любят и соседи, и дети. И просто прохожие удивляются, когда узнают, что вот эта вот женщина, это гордость нашего города, то, что у нее 20 детей, это самая большая семья в городе. Ну, это, наверное, уже было с детства. Я сама воспитывалась в неполной семье. У меня очень рано умер папа. И маме, конечно же, было тяжело. Нас было трое. И нам приходилось на каникулах работать. И один раз я попала просто в детский дом работать. Посмотрела, в каких они условиях жили. Видела, какое к ним отношение. И вот тогда я решила, что, наверное, когда сама стану взрослой, возьму на воспитание детей, чтобы хотя бы кто-то из детей, по крайней мере, поимел семью и был счастлив. Они же каждый ждет, что мама пришла за ним. Именно мама. Не кто-то там, а именно мама. И вот когда я взяла Алину, и, вы знаете, Алина идет и говорит, Слава Богу, у меня теперь есть семья. Мама и папа. Вот я запомнила на всю жизнь это. Хочу, чтобы всегда мамочка была рядом со мной, никуда не уходила. Вот мои дети, они большей частью, они не вспоминают даже своих родителей. Это единицы, кто вот помнят что-то хорошее из своей жизни. В основном детям даже вспомнить нечего. Я предлагаю, говорю, Максим, вот как бы дядя хочет с тобой встретиться. Он мне сразу сказал, нет, мама. Пирожки вкусные? Да! Все ищут причину, по которой я могла взять в семью детей. То есть я за счет детей обогатилась. Я за счет детей что-то получила, хотя я ничего не получила. Мое жилье – это общежитие, собственное жилье. Вот это жилье, это нам дали пока как бы растут дети. Мне написали, что в общую очередь я 554-я, в льготной 210-я. И права на внеочередное предоставление жилого помещения не имею. Муж поддерживал меня во всем. Я приходила, там, например, говорила, что вот есть ребенок, которому нужна семья. Он, ну, он соглашался. Вот. А когда меня пригласили в детский дом работать, это единственное, что он сказал. Сказал, нет, ты уж не ходи, пожалуйста, иначе все будут здесь. 23 октября в прошлом году вот он как бы скончался. Конечно, первое время мне его не хватало и очень долго не хватало. Вот. Дети, ну, меня окружили, конечно, дети. Все причем. Дети все были. Они не отходили вообще от меня. Они меня очень поддерживали и морально поддерживали. Ах, ты моя солнышка! Ангелочек мой! Мама, поцелуй меня только по-настоящему! Вообще, я очень счастливый человек. Это у меня замечательная идея. Это вся моя жизнь. Правда? Мама, поцелуй меня! Мама, поцелуй! Только не грусти, ты меня за все, мамочка, здрасте! Сейчас о некоторых событиях минувшей недели короткой строкой. Петровская ярмарка отшумела в деревне Самино. В начале 18 века Петр I хотел проложить там водный путь к Волге. Праздник и начался с приветствия государя. Его встречали хлебом в виде сама. И именно эта рыба в названии реки и деревни. В народных гуляниях приняли участие более 5000 человек. Под Выборгом начались и российские соревнования яхтсменов на Кубок Порта Приморск. Всем участникам от 10 до 20 лет. Живут они в палаточном лагере на одном из островов в Финском заливе. В состязаниях участвуют не только яхтсмены, но и спортсмены на парусных досках для виндсерфинга. Ну а в Сланцах день семьи, любви и верности отметили парадом колясок. По улицам прошли необычные детские экипажи. Также фантазии родителей не было предела. Коляски в виде сапсана, божьей коровки, кареты принцессы. В параде также приняли участие и будущие мамы. Ну и конечно же те, кто еще совсем недавно сам ездил в колясках. Памятник, которого ждали 42 года. Под лугой открыли стелу испанским партизанам, воевавшим с фашистами здесь, в окрестных лесах. Интернациональным отрядом, который пускал под откос немецкий эшелон, накомандовал Франциско Гульон, коммунист из Мадрида. В 22 года он был настоящим асом диверсионного дела. В 39-м году, после поражения республиканцев в Испании, эмигрировал Советский Союз, но с началом войны взял сразу в руки оружие. В Испании мало знают о бойцах, которые воевали в других странах. Но я восхищаюсь, когда люди действуют от сердца и посвящают себя чему-либо. Не все знают, еще в 70-м году в Ленинградской области был открыт первый памятник интернациональному отряду. Вот он, в деревне Красные Горы, в 40 километрах от Луги. Здесь же и братская могила, где покоятся 14 бойцов из отряда Франциска Гульона. Но и в завершение, как и обещала, снова в Тихвин, где отметили 500 лет Успенскому собору. Как это было, знает Алексей Спиричев. Заполняется ниша около икон, что здесь будет место исповеди. Поэтому люди подходят, исповедуются, преклоняются. В монастыре готовились к торжествам больше года. Но последние дни работали почти круглосуточно. Ювелий главного храма Успенского собора пришелся на пост. Поэтому в меню для гостей овощи и рыба. Флагманское блюдо в монастырской ухо. Несколько видов рыб. На карп идет лещ, красная рыба. Она варится, конечно, без картофеля, только лук, овощи, скажем так. Вот он нормально. Какой же православный обед без хлеба? Трудник Дмитрий печет его по старому рецепту на монастырской воде. Для братьев и паломников, а еще на продажу. Жителям Тихвина и приезжим. Минимум 500 надо сделать, наверное. На всякий случай побольше. Что-то хорошо разбирают его. И люди прямо лотками скупают. А когда принесешься на лоток, они раз, лоток сразу в волокли. А ждать еще 40 минут, потому что хлеб печется от 40 до часу. Часть хлеба идет на заготовку известного в Тихвине монастырского кваса. Его рецепт, правда, держит в тайне. Скрывает у чужих глаз даже процесс приготовления. Монастырь делает квас с молитвой. И когда люди создают квас, они, в принципе, все время хвалят Господа, что-то. И, наверное, это самый главный его сюрприз. Вот он, Успенский собор в центре с серыми куполами. Это самое старое и самое первое каменное здание в городе. Его построили в 1515 году. За основу архитекторы взяли образец Успенского собора в московском Кремле авторства Аристотеля Фиараванти. И не ошиблись. С момента появления собор считается архитектурной жемчужиной Тихвина. Храм реликварии был построен для чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери. По преданию, в 14 веке ангелы принесли ее из Константинополя сначала к Ладожскому озеру, а затем на берег реки Тихвинки. С тех пор монастырь ставится пристанищем паломников, которые приезжают сюда отовсюду, чтобы прикоснуться к святыне. Когда прикладываешься, понимаешь, что с ней очень связано много того, что неизвестного, сокрытого в истории. И хотелось бы, чтобы эта страница истории у тебя открылась. Помогала. Помогала она мне. Много раз помогала. У меня муж пришел из Чернобыля. Пришел очень такой болезненный. Я молилась на коленях. Ночью просила Матери Божьей помощи. И Матерь Божья помогла. Трагические события начала 20 века на десятилетие разлучили святыню и монастырь. После закрытия Успенского собора икона была отправлена в музей, а Великую Отечественную вывезена из страны. Оказалось, в США хранил ее чикагский епископ Иоанн. Перед смертью завещал вернуть икону домой, когда православие вернется в Россию. Когда в народе появилось желание свою свободу подчинить закону Божьему, и началось восстановление храмов и монастырей, вот тогда Царица Небесная вернулась на землю русскую. Народ наш, вновь обретавший веру, преклонил колени свои перед образом чудотворным. В юбилеи Успенского собора в монастырском музее экспозиция об истории жизни иконы и храма. Историки говорят, Успенский собор не только духовный центр России и уникальный памятник архитектуры, это еще и шедевр монументальной настенной живописи. Изначально Успенский собор не имел росписи, и в ней появились впервые только в конце XVII века и были выполнены тихвинскими мастерами. Затем в XVIII веке храм расписывался в начале XVIII века новгородскими мастерами, а в конце XVIII века ярославскими. На юбилеи в тихлине лучшие звонари из Москвы, Новгорода, Ярославля, Петербурга. На восстановленной колокольне храма Иова многострадального в Сидней торжеств исполняли музыку русского неба. Звонарь должен это чувствовать, особенно когда большой колокол. Мы отсюда, от его пения находим верный ритм, чтобы дать ему высказаться, то есть не загонять его там, предположим. Вот так вот, а дать ему пропеть. Главное украшение вечернего тихвина – подарок для жителей и гостей, красочное световое шоу. Около полуночи монастырские стены превратились в гигантский экран для грандиозного лазерного представления. Об истории обители и чуде-явления тихвинской иконы Божьей Матери, покровительницы верующих и символе возрождения русской земли. Алексей Спиричев, Сергей Дедюра, Антон Пашукевич. Ленинградское время. А у меня на этом все. Ленинградское время наступит ровно через неделю. Всего вам доброго.